Здравствуйте, меня зовут Лянгузов Алексей. Сегодня я представлю вам доклад на тему автоматизации. Это будет не технический доклад. И вообще идея этого доклада родилась на прошлой конференции. Вот с вопроса Кати, она спросила, как мне понять на моём проекте, стоит вообще внедрять автоматизацию или нет. Я хотел ответить, но потом понял, что мне просто так в двух предложениях это не ответить, даже в трёх тоже. Поэтому вот получился такой доклад, плюс к этому я ещё пообщался с людьми, сделал некоторые опросы, и по результатам тоже они будут частью этого доклада. Соответственно, на мой взгляд, кому наиболее будет интересно, это людям, которые хотят внедрять руководителям тестирования, наверное, в первую очередь, которые хотят внедрять у себя автоматизацию, также командам, у которых автоматизация тестирования есть в каком-то виде, но непонятно, работает она или нет. Ну и вполне возможно, инженерам, которые автоматизируют какие-то свои действия и хотят вывести эту практику на командный уровень. Итак, что такое автоматизация в моём понимании? Я делю это на две части. Это автоматическое тестирование и автоматизация процессов. Я извиняюсь за цвета, тут немножко цветопередача какая-то жуткая. Что такое автоматическое тестирование? Это, собственно, совершение каких-то проверок нашей программы с помощью инструментов. Обычно как бы можно поделить на функциональное, я не пытался тут всё покрыть, ну вот на уровне кода исходного, через какие-то программные интерфейсы или через графические интерфейсы. И нефункциональное, хотя я не очень люблю слово нефункциональное, но оно так уж прижилось, это какая-то security или перформанс-тестирование, которое вообще непонятно, как тестировать без инструментов, ну а также какой-то статический анализ нашего приложения. Что такое автоматизация процесса? Автоматизация процесса — это когда мы стараемся с помощью каких-то скриптов, программ избавиться от наших рутинных действий. И в первую очередь это, конечно, автоматизация процесса разработки. Вообще то, о чём я буду говорить, я не раз сегодня скажу, что вообще любая автоматизация — это не часть процесса тестирования, это часть процесса разработки. И только тогда оно будет приносить максимальную пользу. Надо всегда рассматривать это с этой точки зрения. Ну и, конечно, процесс тестирования — это часть процесса разработки, поэтому мы можем разрабатывать какие-то инструменты, которые нам помогают также и тестировать. Ну, вы видите, стрелочки так переплетаются, потому что понятно, что это всё переплетается тоже. Так, какие у нас есть роли? Как я уже сказал, если мы начинаем что-то автоматизировать, то это должно стать частью процесса, потому что, поэтому одна из наиболее важных ролей — это руководитель проекта, миссия которого как раз вывести эту практику на процесс разработки. Второе, понятно, это руководитель тестирования, который, собственно, должен координировать всё это движение и направлять автоматизацию в каком-то нужном направлении. Третье — это ведущий автоматизатор. Ну, вот, допустим, это более мне привычная роль. Это человек, который обычно отвечает за то, чтобы всё работало. То есть с технической точки зрения его задача сделать так, чтобы тесты были быстрые, надёжные и приносили какой-то результат. Далее — это непосредственно люди, которые пишут тесты. Понятно, что роли можно совмещать. Я бы сказал, что ведущему автоматизатору обязательно надо писать тесты, но ему будет опасно быть и по совместительству руководителем тестирования, потому что тогда на автоматизацию будет уходить мало времени. Вот, значит, следующее. Я назвал это окруженосец. Ну, по сути, это девопс, более принято, значит, человек, который делает environment, на которых мы будем тестировать и поддерживает их работоспособность. Кузнец или тукс-минс, как обычно, тоже можно найти определение. Да, человек, который непосредственно разрабатывает эти фреймворки, скрипты какие-то делает. Ну, в общем, не каждый человек, который пишет автоматические тесты, способен делать такую работу, поэтому тоже надо понимать, что такой человек в команде должен быть, чтобы всё получилось. При том, что это может быть и разработчик, понятное дело. И роли, подсмотренные в гугле. В гугле есть команды, которые называются билдкопами. Ну, когда много тестов, когда их тысячи или десятки тысяч, в продукте, который развивается, тесты начинают падать. Ну, то есть они, на самом деле, чувствительны к тем изменениям, которые происходят, что всё правильно, и человек должен следить за тем, чтобы тесты были зелёные. Это тоже ещё одно из основных правил, что тесты должны быть обязательно зелёные, чтобы автоматизация приносила пользу. Поэтому надо выкорчевывать вот эти все красные тесты и понять, почему они упали, и делать это достаточно быстро. А если тестов мало, команда маленькая, понятно, что эту роль несёт кто-то из участников. Важно знать, для кого мы автоматизируем. В первую очередь, это, конечно, программисты. В первую очередь, они должны получать фидбэк от результатов прогона автотестов. То есть если тест упал, значит программист сделал какую-то ошибку, скорее всего, допустил, причём если тест падает правильно. И программист же в первую очередь должен быть в этом заинтересован. А когда мы пишем тесты, мы должны понимать, что мы их пишем не для кого-то там, а в первую очередь для программиста, чтобы было легко и понятно понять, почему. Почему это случилось. Дальше, понятное дело, это руководители, которые хотят знать какой-то статус. Дальше это может быть заказчик, который не только хочет знать статус продукта и определять его по результатам автотестов, но и также может быть, собственно, заказчиком самих автотестов. То есть это может быть артефакт, за который платятся деньги. Явным образом. Ну и потом уже только, в моём понимании, идут уже тестировщики и другие люди, которые могут получить какие-то бенефиты от использования специально подготовленных инструментов. Теперь три вещи, которые надо знать до того, как мы начинаем внедрять автоматизацию. Первая вещь — это то, что автоматизация — это инструмент, это какое-то средство решить какую-то проблему или задачу. Поэтому если у вас отношение, что мы сейчас какой-то геморрой ещё к себе притащим, то тогда не стоит даже начинать автоматизировать, потому что явно ничего не получится. Тут список вопросов, на которые неплохо бы ответить, чтобы это понимать. То есть какие задачи мы решаем, кто будет решать и как мы это будем встраивать в процесс. Следующее. Автоматизация — это дорого. Те, кто говорят, что автоматизация удешевит тестирование, ну это неправда. За новую практику надо что-то платить, и платить придётся постоянно, то есть это дорого. Ну я сейчас автоматизацию не продаю, правильно я могу вам правду сказать. Поэтому это дорого. И поэтому прежде чем начинать, опять же надо решить, сколько вы готовы платить, готовы ли вы нанимать дополнительных людей, платить за инфраструктуру, за её поддержку, потому что всё это потребуется. И третье. Автоматизация — это долго. Не следует ждать результатов от автоматизации быстрых. И, соответственно, поэтому если ваш проект короткий, то надо задуматься, ну вообще надо ли это. И также надо понимать, что те расходы и изменения в процессе, это, скорее всего, будет уже навсегда. То есть нельзя там поавтоматизировать, ну вот давайте до лета поавтоматизируем, потом остановимся, и нам автотесты будут приносить какой-то результат. Такого не бывает. Поэтому это уже такой постоянный проект внутри проекта, который надо поддерживать. И придётся меняться, меняться программистам придётся, потому что вы хотите получать для более эффективной автоматизации какие-то интерфейсы дополнительные, через которые можно совершать какие-то действия. поэтому все должны это понимать и должны как бы заранее согласиться на это. Так, про цели мы говорили, да, давайте, ну что важно определить цели, давайте пробежимся по цели. Целей получилось много, я вот как раз людей опрашивал, какие цели. Первое, будем делить на хорошие, плохие и такие сомнительные. Сократить время тестирования, вроде как клёвая цель, но на самом деле она достаточно, ну есть сомнения, потому что, да, первый раз, когда мы тестируем какую-то новую функциональность, всё-таки время на тестирование, конечно, будет затрачиваться больше. У нас есть автотесты, будьте здоровы. Но время на перетестирование, скорее всего, сократится, то есть это наша цель. Поэтому есть какие-то подводные камни, что надо понимать, что если мы хотим протестировать быстро и прямо сейчас, то, может быть, не стоит автоматизировать. Такая не первостепенная цель, скажем так. Значит, вторая — увеличить число проверок. Я перескочил случайно. Ну, понятно, что это хорошая цель. Да, мы можем с помощью автотестов делать какие-то проверки или с помощью инструментов, которые не может делать руками. Обеспечить более частые проверки. Это есть, конечно, одна из основных целей. Мы хотим проверять как можно чаще, идеально, на каждое изменение. Уменьшить влияние человеческого фактора. Опять, на мой взгляд, такая несколько сомнительная цель. Почему? Потому что где-то это будет хорошо. Нам надо, чтобы что-то выполнялось вот именно так, как задано. И машина это умеет делать. Но в каких-то других местах, может быть, это и не стоит делать, потому что машина будет делать так, как надо, не замечая того, чего не надо. Ну, это достаточно банально. Значит, удешевить тестирование. Я уже говорил, поэтому я помечаю красненьким. Этого, скорее всего, не будет. А будут дополнительные расходы. Так, внедрить новые виды тестирования. Да, потому что мы можем делать почву, и мы не можем делать руками. Как у нас сказал, что с помощью. Сократить время выпуска нового релиза. Да, это отличная цель. Но, может быть, ее тяжело достичь с самого начала, потому что у нас должна быть уже какая-то база с тестами, чтобы это получилось. Заменить ручного тестировщика. Тут я вас сразу отсылаю к Болтону и Баху. Они описали, почему это заблуждение. Там достаточно много всего. Очень хорошая именно в этой формулировке цель фиксация текущего состояния. Отличная цель. У нас есть какие-то тесты. Мы их запустили, зафиксировали, сделали изменения, запустили еще раз, сравнили. Должно, по идеале, если тесты зеленые здесь, то они остались зеленые тут. Причем это касается не только изменения самого продукта, но и изменения самих тестов тоже. Быстрое получение текущего состояния. Еще одна отличная цель. Мы хотим запустить быстренько что-то, узнать вообще нам этот билд, который только что собрался, он вообще подходит, его стоит отдавать, тестировать или не стоит. Автоматизация какого-то процента ручных сценариев. Это мы на встрече сообщества тестировщиков обсуждали. Людям было интересно, почему именно так, почему я считаю, что это плохая цель и почему плохо автоматизировать ручные сценарии. На этом у меня есть отдельный слайд, я помечу красненьким. Но это не так уж совсем, чтобы плохо, но первостепенные и даже второстепенные цели, мне кажется, тяжело ставить. Автоматизировать регрессионное тестирование. Я уже засветил, что оно синенькое, я тогда переключу, почему я считаю, что это не очень тоже хорошо, прямо ставить себе вот такой целью, потому что надо понимать, что если мы начинаем автоматизировать регрессионное тестирование, то есть мы хотим надеяться на наши автотесты, то есть у нас хотим сделать стопроцентную регрессию с помощью автотестов. Но при этом надо понимать, что у нас тогда темпы поддержки и написания новых автотестов должны быть ровно такие же, как темпы развития самого продукта. Если вы понимаете, что вы можете так, отлично, тогда эту цель можно ставить. Если вы понимаете, что вы так не можете, то тогда эту цель можно ставить только на уровне какого-то там модуля или компонента. Ну, как-то так. С нашим фриворком то вам все будут писать автотесты. Ну, это то, что любят говорить люди, которые продают инструмент. Тут, по-моему, в первую очередь все зависит от процесса и от людей. Это, ну, понятно, это вещи связанные. То есть если, вот я сейчас работаю, там все девелоперы пишут автотесты. Я там даже не знаю, зачем я это нужен. Они сами все умеют делать, поэтому и ту, и они сами умеют выбирать тоже. Вот, следующее. Сертификация сборки и среды тестирования. Ну, мы косвенно тоже упоминали, там, оценка быстрого состояния. Здесь речь не идет о том, чтобы быстро, но мы хотим поместить какой-то билд в какую-то там среду, где мы собираемся его тестировать и хотим понять вообще, оно совместно там работает или нет. Отличная цель. Автоматизация упростит тестирование. Ну, на мой взгляд, это где-то да, где-то нет. Как повезет, как зависит, в общем, от области того, чего мы пытаемся заавтоматизировать. Вот, собственно, список разноцветный. И тут, как резюмируя, я бы предложил, если вы внедряете автотестирование, то сначала сосредоточиться, очевидно, на зеленых вещах. Потом можно замахнуться на синенькие. Ну, про красные мы уже все обсудили. Так, зная, что мы ожидаем, еще надо знать, ну, как, знаете, ошибка выжившего, да, люди там читают истории успехов, но на самом деле надо изучать неудачи. Вот, и чтобы не спустить автоматизацию в золотой унитаз, да, мы понимаем, что дорого поэтому, золотой. Поэтому надо знать, что приводит к провалу автоматизации. Тоже это не только мое мнение, вот я опрашивал ребят, там разговаривал по этому поводу. Здесь собраны причины, которые не зависят от автотестов, а зависят больше от процесса, да, и от каких-то таких вот вещей вот на этом слайде. Я не буду тоже останавливаться. Подробно я бы сказал вот именно про то, что важно, что несоответствие ожиданиям, да, как бы ждали, ставили неправильные цели. Вот. Редкие запуски, то есть если у нас есть автотесты, мы их не запускаем, то есть это несколько такая странная ситуация, но она наблюдается, и, как я понимаю, ну, не знаю, с чем ее связать, может быть, с недостатком инфраструктуры, на которой тестировать, или с недостатком планирования, что вот у нас там месяц идет тестирование, да, и в конце мы запустим автотесты. Чего мы увидим через месяц, да, что у нас там процентов 30 автотестов отвалилось. Пока мы их там восстанавливаем, у нас релиз заканчивается. Поэтому надо запускать как можно чаще. И еще интересная вещь, вот регрессионные дефекты быстро не чиниться. То есть у нас, опять же, есть автотесты, автотесты находят баг, девелоперы на них смотрят, говорят, баг, хорошо, клево, автотесты работают, и откладывают его там, через месяц починим. Ну, это же неправильно, то есть проще взять, починить сразу, иметь эту базу, не уменьшая там регрессионное покрытие, потому что иначе нам тест придется выкидывать. Так, ну, не только автотесты, не только не автотесты являются причиной провала, и причиной провала могут быть сами автотесты, понятное дело. Тут я бы тоже так сильно не стал бы задерживаться на этом слайдике. Ну, основное то, что мы начинали автоматизировать, что-то автоматизировали не то, что-нибудь автоматизировали слишком сложное, закопались там, так и в результате ничего не получилось. Но самое важное, это, конечно, чтобы тесты были стабильные. Если у вас тесты нестабильные, ненадежные, никто им не будет верить, если они постоянно там разваливаются, отваливаются, не пойми, ничего показывают. Поэтому лучше, чтобы тестов было меньше, но они были надежные, чем их много, и они не пойми о чем. Вот. Как исправить? Так, неряшливый слайд получился. Вот. Исправить, значит, понятное дело, что если проблемы какие-то есть в автотестах, их сложно запускать, а мы хотим, чтобы девелопер на своей машине запускал тесты до коммита и убеждался, что у него нету регрессий, то есть это вообще клево было бы, да, но если ему это сложно делать, он этого делать не будет. Вот. Поэтому надо какие-то устранять такие вещи, чтобы это запускалось легко, делалось быстро, вот. Ну, как я сказал, уже работало стабильно. Потом понять, как мы это дело все-таки внедрим в процесс, потому что если у нас есть автоматизаторы, которые сидят вот в том углу и что-то там автоматизируют, ну, наверное, клевые там чуваки сидят, умные, вот. Но что они делают, никто не знает, да, и время от времени от них какой-то баг там прилетает, вот. Но это неправильное использование как бы автотестов, да, надо по-другому, надо внедрять в процесс, надо, чтобы девелоперы сами после коммита видели, или там после нескольких коммитов видели изменения и бежали реагировать на них. Вот. Ну, и понятно, что, внедряя даже небольшое количество тестов вот с машины вот того человека, который там сидит в углу в общую какую-то систему там continuous integration, чтобы все видели результаты, чтобы всем приходили письма, это может сделать там чудо, то есть вот у нас так и было на проекте, то есть у нас постоянно что-то крашивалось там туда-сюда, там не работало, CI нам все не могли сделать, потом появился парень, сделал нормально CI, там прикрутил, ну там с мобилками и все так было тривиально. Вот. И количество там вот этих крышей, нежданных там каких-то нештатных ситуаций, там сначала 5, потом, по-моему, 9 тестов, но расправлялись просто. Вот. Выбор инструмента. Я уже говорил, что у нас инструмент, пусть дело не первое, оно, ну то есть все зависит от людей, там от процессов, но от инструмента, по идее, тоже что-то зависит. Я бы тоже не очень хотел бы, может быть, останавливаться на этом слайде, потому что тут это чисто мой подход, что, по-моему, лучше иметь там большое количество инструментов, каждый, который умеет там делать что-то свое, делает это хорошо, при этом с таким простым, но инженерным интерфейсом. Вот. Где-то, может быть, выгоднее иметь другую точку зрения, там какой-нибудь большой инструмент, который можно там тыкать мышечкой, вот, который редко меняется, чтобы не шокировать тех, кто это делает, ну и так далее. Вот. Тут просто критерии, и надо понимать, что подходит в вашей реалии больше. Метрики. Такой животрепещущий вопрос, вот, кто-то считает, кто-то не считает, но, в общем, всем интересно, а чего все-таки надо посчитать, чтобы понять, что автотесты работают или не работают. Значит, я как бы фанат покрытия, да, можно шарфик, купить каверич, вот, все такое, потому что, ну, это как бы единственная, можно сказать, достоверная такая метрика, тестовое покрытие, по которым мы можем понять, что делают наши автотесты. Понятно, это не какая-то одна цифра, мы можем сделать много осей, и по разным осям, и смотреть, с чего эти тесты тестируют. Это могут быть как технические, там, на уровне кода, так и на уровне осершенов, что-то на уровне каких-то сущностей программы. Ну, я про это рассказывал, вот, как-то. Вот. Значит, следующее, процент нестабильных тестов. То есть, как в моем понимании, как я уже говорил, у нас есть какой-то тестовый набор, он ходит, он тестирует нашу программу, и он зеленый, да, и как только мы увидим нестабильные тесты, а нестабильность тестов, это, скорее всего, проблема в самих тестах. Вот. Мы этот тест должны выкинуть, чтобы он, во-первых, не влиял на покрытие, то есть он не будет его увеличивать, да, а во-вторых, ну, надо с ним разобраться и вернуть. Вот. Поэтому он, как бы, где-то лежит в стороне. Чем меньше таких тестов, тем, как бы, лучше. Понятно, стремимся к нулю. Процент падающих тестов. Понятно дело, что, ну, это практически то же самое, но только мы наверняка знаем, что тесты не работают, да. Идеально, когда все тесты такие вот красненькие, исключены по багам в продукте, а не по багам в тестах. Ну, понятно, ни для кого не секрет, что тесты тоже надо править, и чем быстрее тестировщики это делают, тем лучше. Следующее, ну, достаточно банально, время, да, мы хотим знать, когда у нас закончатся хотя бы тесты, чтобы получился какой-то результат. Вот. Понятно, что тут надо следить за тем, чтобы оно было какое-то разумное. Частота запусков. Да я бы даже сказал, не просто частота запусков, ну, что, я могу запускать там каждые 5 минут эти тесты, будет ли это толку или нет. Конечно, нет, но это частота запусков относительно частоты изменений. Вот. Если у нас тесты запускаются на каждые 100 коммитов, или на каждые 10 коммитов, или на один коммит в репозитории, то есть есть разница, да, конечно, надо стремиться к тому, чтобы они запускались более часто, ну, не обязательно запускать все. Время на поддержку. То есть, опять же, помните, билдкопа, да, роль такой, вот у нас в проекте дошло до того, когда уже тестов стало тысячи, дошло до того, что у нас появилась просто выделенная роль, на итерацию мы, ну, такая она передавалась от человека к человеку, потому что продукт развивается, тесты начинают болеть, тесты надо править, где-то вылезают баги какие-то, вот, ну, человек был алоцирован только на эту задачу на 100% времени. Количество тестов. Все знают, что считать количество тестов — это плохо, но это хорошо, если мы знаем, для чего это мы делаем. Первое, для чего мы делаем, вообще понятно, что если наш продукт развивается, то мы ожидаем, что тесты как-то прирастают, то есть не надо ждать, что это будет линейный какой-то процесс, оно будет ступенчатое, оно как-то будет меняться, вот, но если это вдруг перестало быть, то это может быть показателем, что у нас сильно возросло время на поддержку, то есть мы не пишем новые тесты, а только восстанавливаем старые, вот, либо, может быть, всех автотестописателей, которые там, программисты и тестировщики разобрали на другие работы, и просто никто их не пишет, может, надо людей-то вернуть, вот, чтобы они писали новые тесты. Вот, также мы можем сделать какое-то предсказание, что если у нас столько тестов сейчас занимает, столько времени, то нам хочется знать, что если мы напишем еще там 3-5 десятков этих тестов, не вылезет ли это за какие-то там рамки, которые мы договорились там с программистами, допустим. Вот, регрессионные дефекты, но по идее они должны уменьшиться, то есть мы должны ожидать, что их будет находиться в итоге меньше. Я не знаю, как, я небольшой фанат там слежения в трекере за вот этими всеми делами, но как-то, наверное, люди, я знаю, считают, они даже говорят об этом, что да, мы это считаем, вот, значит, скорее всего, точно тут померить будет очень тяжело, но даже иногда это визуально очень заметно, то есть количество дефектов, именно нестабильность, которую видят тестировщики, которые тестируют руками, она уменьшается, как только у нас появляется тестовая база, то есть пример я вам уже приводил. Ну и спасибо Игорю Хруу за формулировку вот такой штуки, то есть он высказал мою мысль, так вот достаточно лаконично, то есть если у вас автотесты работают, то вам никакие метрики, собственно, не нужны, у вас она и так часть процесса, и никто просто не может понять, как можно по-другому. Так, автоматизация ручных сценариев, обещал сказать отдельно, значит, чем это хорошо, как вы видите, автоматизатору, ну не надо особо думать, что там делать, ему просто берешь какой-то сценарий, там автоматизируешь его, потом берешь следующий и так далее, ну, как бы, наверное, это хорошо, ну на самом деле, если серьезно говорить, то автоматизировать ручные сценарии, наверное, иногда имеет смысл, опять же, если бы я продавал автоматизацию, мне бы пришли и сказали бы, вот знаешь, там у нас есть 3000 там ручных сценариев, возьмешься автоматизировать, знаете, чего бы я спросил? Да, сколько заплатишь, правильно, вот, поэтому, и даже в каком-то, ну, в каком-то приближении это будет хорошо работать до тех пор, пока это, ну, не дорастет до каких-то больших размеров и будет тяжело, ну, вот хорошо автоматизировать, допустим, какие-то пользовательские end-to-end сценарии, как acceptance сценарии, то есть их не надо, чтобы было много, не надо, чтобы они глубоко что-то там копались, а вот широко, с точки зрения пользователя, такие штуки можно. Вот здесь написано, чем это плохо, с моей точки зрения. Давайте пробежимся быстренько, время потихонечку заканчивается, значит, у тестов разное предназначение, да, то есть тесты, которые делают люди, в основном все-таки заточены на изучение продукта, вот, значит, разная детализация тестов, понятное дело, человек может читать между строк и знает, что делать, машину надо обучать, а иногда наоборот. Значит, разное время на обновление тестов и разное время на создание тестов. Понятное дело, что обычные сценарии, которые, они легко очень обновляются, иногда даже не надо обновлять, когда в продукте что-то поменялось, но вполне возможно, нам придется там переделать все автотесты. Значит, следующее, не все ручные тесты автоматизируемые, ну, по-моему, это такая очевидная тоже вещь, а вот менее очевидная, это то, что я как автоматизатор сижу, автоматизирую, вижу, что я могу сделать проверок больше, а у меня таких сценариев нету. Тут вопрос, зачем я буду это автоматизировать, если моя цель добиться там 100%, к примеру, или там скольки-то процентов покрытия вот этих ручных сценариев. Я просто буду идти в сторону от цели, правильно? То есть как у меня диссонанс, я вроде как профессионал хочу сделать лучше и написать тестов, а с другой стороны мне это вроде как не надо. Разное разбиение проверок по сценариям тут тоже вот очень интересно, потому что с точки зрения написания какого-то скрипта или какого-то теста мне может быть удобнее сделать вот не так, как у человека написано. и один сценарий пользовательский разбить на 5 автотестов или наоборот несколько сценариев пользовательских собрать в один автотест, который быстренько их промолочит. И опять же непонятно, как это потом совпоставить. Вот эти два тоже пункта, что иногда что-то мне удобнее делать через программные интерфейсы. То есть если я тестирую руками, я пойду, создам пользователя через формочку, что-то потом с ним поделаю, поредактирую, удаляю. С точки зрения автотестов мне этого вообще нафиг-то не надо. Проще его там через бэкэнд или через базу как-то мне этих пользователей насоздавать, а потом уже редактировать, удалять. Это все будет намного быстрее, автотесты будут стабильны. Про UI-тесты понятно, это самое дорогое такое удовольствие и самое такое нестабильное. А когда мы говорим про автоматизацию вручных сценариев, это, конечно, автоматизация в большей степени через интерфейс пользователей. И еще непонятно, что автоматизировать. То, что не меняется и то, что, допустим, не будет частью этого релиза, оно стабильное, его классно автоматизировать. Но непонятно, получается, автоматизаторы по сути не приносят ни в какого вклада. То есть они сидят и автоматизируют что-то такое, что еще, может быть, и лет пять меняться не будет. Нужно ли на это тратить силы и время? С другой стороны, если мы будем автоматизировать то, что прямо сейчас меняется, то понятно, что вот эти ручные тестировщики, они эти сценарии будут переписывать, пока у нас не сформируется какая-то более-менее стабильная функциональность. Поэтому мы просто не будем успевать за ними. Ну и понятно, что мы все равно от людей-то не избавимся. Кто-то же хотя бы должен еще сценарий описать. автоматизаторов уже мозга нет, мы уже выясним. Вот. Откуда появляется сколько у меня времени? Скажи, пожалуйста. Пять минут? Отлично, тогда мы успеем. Вот. А откуда появляется, то есть я так выяснил, четыре направления, откуда приходит автоматизация. То есть первое, это может идти с ним, ну может не самое частое, но бывает так, что есть в команде тестирования люди, которые хотели бы автоматизировать, даже если они явно не на такой позиции, вообще нету такой практики в команде, да, я не буду тоже там зачитывать так на потом, вот, но тут самое главное доказать руководителю, что это нужно, да, и я бы тут советовал таким людям не начинать такую практику внедрять именно с автоматизацией тестирования через UI, потому что это сложно и скорее всего будет нестабильно. Лучше автоматизировать именно процесс, лучше убрать какую-то рутину, это очень как бы помогает заручиться поддержкой коллег, которые не любят выполнять рутину, а если им дают какие-то скрипты или какие-то инструменты, которые им помогают от этого избавиться, то проще доказать своему руководителю, что это нужно, вот, ну руководитель, благо руководителя, не глупый человек, он должен понимать, и тогда он может выделить время на это дело, ну а дальше это уже можно выращивать в практику на, именно на проектный уровень, на уровень всего, всего проекта, ну там как пойдет, как повесит, вот, и главное, чтобы люди были, конечно, которые это могут сделать, наверное, более часто оно приходит сверху, то есть появляется босс с желанием, а давайте будем автоматизировать, вот, поэтому, может быть, тут важно ему доказать, что не надо этого делать, вот, чтобы, вот мне тут понравился ответ Игоря Пондаренко, вижу, вот, что я, когда, ну, когда вопросники спрашивал, были ли провальные проекты, единственный человек, который ответил, нет, почему, потому что вначале посмотрели, прикинули, даже если была такая идея, если что-то не вытанцовывается, не автоматизировали, все, вот, поэтому и провальной автоматизации нету, по-моему, очевидно, это достаточно хорошо, и четко вложиться в то, что вот иногда стоит сэкономить много денег и усилий, доказав, что это не нужно просто. Автоматизация появляется изнутри, ну, то есть команда приходит к тому, что надо, нужны тесты, может, там они как-то разрозненно пишутся, надо это делать практикой, надо внедрять в процесс, ну, вот у меня сейчас такая ситуация, да, все в команде пишут тесты, автотесты, все, в общем, практически, поэтому я даже не понимаю, зачем там именно нужна выделенная роль автоматизатора, если там все и так все умеют делать, вот, дальше, а, ну да, вот еще важно, это договориться о приоритете исправления, опять же, я уже об этом говорил, если у нас автотесты находят баги, не надо их откладывать там, а мы там перед релизом их все починим, не, лучше, конечно, чинить их сразу, потому что тогда наш продукт все-таки будет стабильным, и автоматизация может появиться снаружи, спасибо там за подсказку, есть консультанты, которые что-то продают, в том числе есть консультанты, которые продают и автоматизацию тоже, там, или аудит проекта, Тут надо понять, в первую очередь, что этот человек продает. Он продает инструмент, он продает людей, он продает просто отчет. Если он продает просто отчет, то надо с него не просто мышки станьте ежиками, давайте автоматизировать, а пускай тогда расписывает, как это все будет внедряться по фазам, как это будет внедряться именно в процесс разработки, а не просто автоматизация процента ручных сценарий. Ну и, конечно, хорошо консультантов сравнить, потому что они могут продавать разные вещи. Так, всего у меня к заключению дело идет. Почему я ничего не говорил про ROI? Ну, как обычная практика, посчитать какой-то ROI, есть формула, и не одна, наверное, но вот эта формула, которую я видел, не все в основном о том, о сопоставлении именно ручного тестирования и тестирования автоматизированного. Ну, как вы понимаете, я не фанат этого, поэтому эти формулы мне не очень нравятся. Тем более, что база именно вот как, там, сколько времени занимает ручное тестирование? Ну, две недели сделаете? Сделаем. А за три? Да и за три сделаем. А за два месяца? Ну, то есть понятно, сколько нам времени дадут, столько у нас на ручное тестирование времени и будет. Вот. Ну, еще, как я уже не раз говорил, да, автотесты должны быть части процесса, а ни одна формула подсчета ROI это не учитывает. Да, мы заавтоматизировали там 70% ручных сценариев. Да, мы их гоняем раз в полгода. Ну, как бы, плохо, да, ROI не срастается. Нет, мы их гоняем каждый день, но баги чинятся раз в полгода. Ну, вот, примерно то же самое, наверное. Так, ой. Следующее. Почему иногда лучше не автоматизировать? Ну, я, собственно, об этом недавно проговорил, я не буду останавливаться, просто за счет этого можно сэкономить много денег, и если у вас явно возникает понимание, что цели ложные, что нету соответствующих людей, или вы не можете изменить должным образом процесс, чтобы автотесты хорошо работали, наверное, все-таки не надо тратить на это деньги. И зачем мы все-таки автоматизируем? Тут понятно, что за счет автоматизации, ну, раз это дорого, долго, нафига, может быть, это надо, не будем автоматизировать, и все. На самом деле, понятно, что в первую очередь мы хотим добиться какой-то скорости, мы хотим быстро получать какие-то результаты, понимать все эти зелененькие цели, очень хорошо показывают, чего помогают добиться автотеста. Вот, и при этом, ну, вот как практика, работает, да, микрофон что-то у меня, так кажется. Вот, есть практика continuous delivery, да, и в принципе, наверное, можно без автотестов выкладывать продукт там раз в день или несколько раз в день, но если ваш конкурент обладает автотестами, у него будет получаться продукт, который более качественный и более надежный, и более приятный, наверное, для пользователя. Вот, и по результатам, если вот вы захотите составить такой как бы себе сурвей, да, ну, как бы это, чеклист, да, и понять, что стоит автоматизировать или нет, вот там по результатам моего, допустим, доклада, там, собрав вот эту информацию, и у вас получится, да, то это не значит, что у вас получится, да, это может быть у вас получится, вот. Но если у вас получится нет, то, скорее всего, у вас не получится, потому что, ну, есть объективные к этому причины. Ну, собственно, на этой ноте радостные мы и закончим. Спасибо большое за доклад. Не забываем ставить ему лайки на нашему докладчику. Я ответил на твой вопрос? Да, спасибо тебе большое, Алексей, за доклад. То есть для меня это было действительно очень полезно. У меня тоже маленький вопросик. По поводу провала автоматизации, там есть момент по поводу плохой архитектуры проекта. Да, есть такое. Как ее оценить? То есть все это, вот, плохая архитектура провалит, а отсутствие это заметил. Что значит, как оценить? Ну, как не оценить архитектуру в проекте? Ну, во-первых, тут именно, может быть, речь идет, в первую очередь, тебе надо оценить возможность стабилити, да, насколько легко заавтоматизировать ту или иную функциональность, и готовы ли девелоперы сделать какие-то специальные вещи, которые, в принципе, продукт может не предусматривать, но для автотестов это было бы удобно. Ну, я не знаю, там, инвалидация кэшей, какие-то такие вещи, которые, ну, понятно, в продакшене не нужны, но автотест, там, для того, чтобы тебе каждый раз, там, в базу что-то не заливать, там, и не ждать по несколько минут, пока это все сделается, там, хоп, пришел автотест через какой-то бэкдор, там, что-нибудь почистил, заняло секунду, вот, то есть вот такие вещи надо просто прояснять. А по поводу плохой архитектуры, это тоже пришло из запросника, да, вот по причинам провала, но я, в принципе, согласен, иногда архитектура проекта настолько плоха, что ее, ну, просто тяжело что-то заавтоматизировать, потому что оно вот как-то так сделано, ты вот здесь вот пытаешься чего-то, а у тебя никакой возможности нет. Ну, то есть у меня, как руководитель, я делал тестирование, проявить плохой архитектуры, попросить разработчиков это посмотреть самим, ну, вряд ли они познаются, что они хорошие архитектуры выхают. Вряд ли, ну, хотя, с другой стороны, я не знаю, вот у нас, ребята, на предыдущей работе я работал, есть платформа e-commerce, ETG, такая, да, это такой монолитный кусок программного кода, да, вот, и единственное, как его изначально можно было тестировать, это функционально тестировать через UI, потому что там никаких специализированных интерфейсов, чтобы его тестировать, нету. Понятно, что на него как-то что-то навешивают уже, ну, какие-то плагины, там, какие-то, ну, такая возможность есть, вот, но сами программисты же говорят, ну, вот это вот оно такое нетестопригодное. Есть другая платформа, Hybris называется, от SAP, вот, у них возможность прогона автотеста встроена в сам продукт, вот, там можно прийти на такую консольку админскую, и там есть даже кнопочка запустить автотесты, и у них есть возможность, у них есть свои автотесты, есть возможность дорабатывать вот эти модули туда, дописывать свои автотесты, это такой вот G-Unit, ну, там G-Unit используется, да, но сами автотесты, естественно, не уровни кода, а уровни функционального, вот, ну, вот так вот можно сравнить хотя бы. Спасибо большое за очень интересный доклад, мне про метрики, я менеджер, люблю метрики, люблю смотреть на вот эти вот штучки, циферки, ты говорил там правильно. Я не похож на поддержку, временную поддержку, когда ты не приверженец корреляции автоматизированных тестов с срочными тестами, то каким образом определить, что временную поддержку тратится больше дозволенного или меньше дозволенного? Ну, ты привлеку частный случай, когда не пишутся тесты вообще, если больше чем 20 процентов времени поддержку это будет честно или или как подискутировать честно я не знаю вот на практике говорю вот у нас в проекте бог была такая ситуация что были автотесты они их там расходом по 100 200 штук в итерацию как-то прирастала потом народу стало приходить больше может быть больше стало прирастать но в какой-то момент у нас была цель каждые две недели все то есть опять же еще оговорюсь был набор смог набор тестов да если он падал то девелоперы сами бежали и чинили там тесты и нас тассировщиков даже не отвлекали практически то есть они не тесты чинили они код чинили если тесты ломались то они приходили говорили тут вот такое изменение которое этот тест сломает почините мне тест потому что я хочу коммититься чтобы после этого смоки были зеленые вот а весь остальной большой набор он шел долго они в него естественно не смотрели и в какой-то момент мы поняли что мы не можем достигнуть той цели что нас концу итерации все тесты все это там было 56 тысяч да они зеленые вот это такая цель когда мы там разок продолбали 2 у нас появилась выйдет второго человека допустим где да на самом деле я говорю это билд копы я подсмотрел в гугле да и там я как немножко папа быв там поработав я был в команде бил копов хотя занимался другими вещами там сидела три или четыре человека который занимается непосредственно ведь вот понятно это аутсорсеры google все-таки каких-то выпавших тестах копаться это не особо интересно вот но тем не менее там целой команды до этим занимается примера ну то есть алексей спасибо за доклад такой вопрос по твоему опыту да ты сказал что правильно автоматизация правильно встроена идеально когда разработчики сами пишут тесты да это вообще не понятно зачем автоматизация встроен процесс как этого достичь мне тяжело ответить потому что наверное это все таки роль должна быть ну то есть это другая роль решает это какой-то проект деливерили там на проекте кто-то должен работать с людьми с теми же ну как я понимаю программистами да чтоб они но на мой взгляд идеально когда программист запускает тесты пусть не все но какой-то набор перед комитом и убеждается что этот набор вот вот у него есть код до изменений там этот набор зеленый он вносит изменения этот набор остается зеленым ну либо предсказуемо как какая-то часть тестов которая должна измениться в соответствии с изменениями падает но только это а не какая-то другая то есть нету регрессии вот причем у нас опять же ребята в другом уже совсем проекте но в той же компании там другие всем ребята они когда там писали ну было много тестов на rest и 5 понятное дело это легко автоматизируется вот они приходят пусть тесты были неудобные они были зачем-то написаны на джи бихи или на каком-то вот этому вот но программисты приходили и если они видели что это изменение которое ну вот они могут сами починить они делали изменения в тестах и прислали полу реквест нам чтобы мы посмотрели что тест они их правильно поменяли и все такое вот причем много это как-то не было такого что мы кого-то что-то заставляли да мы просто вот договор культура работы в компании там не знаю как как это добиться я не знаю честно вот уточнить я больше про юальные тесты спрашиваю обычно их запускают на ся и на джинкенс локальные разработчики как минимум отказываются но вот то что разработчики отказываются я не знаю как это чиниться кроме как правильным изменением что-то в голове разработчика но это не моя как бы стезя да ну вот сейчас ребята из вот у нас юальчики они сами пишут тесты и запуск да не запускают на себя не запускать сами там на специальном песочнице там смотрят ну тоже баги бывает там но сейчас еще тестов мало они готовы это делать готовы вкладываться в это как-то от людей зависит больше это вот качеств просите по целом по вас цели полагания как людям изменить мировоззрение что алексей спасибо за доклад я занимаюсь такой не считаете ли вы что проваленные проекты по автоматизации тестирования это скорее проблема частично возможно да я специально поделил провальные проекты на две части да именно второй слайд который говорил о том что авто тесты могут быть тоже плохие я согласен если мы имеем хорошие авто теста мы никак не можем встроить их в процесс то тут какой бы ты автоматизатор не был ты ну ты не можешь на это повлиять если твои баги и не чинить допустим ну вот как баги не чинить тесты краски значит что-то с менеджментом то есть руководство смотрит на отчеты в которых есть дефекты для них качество не приоритете тесты краски так и должно быть либо и понимают ценности ну скорее всего как-то так да ну это в это мое мнение решили делать автоматизацию по идее должны были оценить ее ценность далее вклад в проект потом ей не пользуетесь то есть менеджмент просто спустил 2 килограмма унитаз тот самый но это как бы не только мое мнение это вот я говорю что я опрашивал людей да есть такое мнение что результатами автотестов пользуются неправильно вот ну я это вообще советую те тесты которые не работают их выкидывать до до тех пор пока баги не починят зачем гонять тесты которые будут красные вы только мешать вот я хочу видеть зеленые тесты вот я не знаю дмитрий ответил на вопрос не ответил все таки мы покрываем наши кейсы и некоторые кейсы конечно покрывают такие вещи и вот эти минорные вещи постоянно валятся то есть следует ли из-за стабильности и надежности как ты говоришь просто взять и выкинуть эти провалившиеся тесты просто не нашли минорные баги возможно что у тебя есть тест тест находит дефект да ты говоришь вот программиста дефект номер там 773 в нем вот такая проблема запустите вот этот тест чтобы убедиться тест убираешь починят вернешь не починят он там и будет лежать ну да чем их меньше тем лучше вот тут именно речь о том что если смотри у тебя есть зеленое состояние этот тест работал программист коммитет код он этот тест валит почему бы мы тут же взять и не починить это дело тест будет зеленый вот такой проблемы не будет то есть это такая организационная организационная проблема а если ты его отложишь на потом то потом скорее всего уже не будет времени чинить этот минорный дефект а если бы программист запустил это дело у себя на машине увидел бы что этот тест падает он было ты вообще о нем не узнал об этом падении никогда спасибо спасибо большое за доклад все остальное а в кулуарах запоминаем лицо на поле